денис приветствую тебя всем привет традиционный эфир торговой сессии среды традиционно перед какими-то интересными фундаментальными событиями ну эта неделя такой относительный релакс по крутым инфоповодам всю американскую статистику мы уже с тобой переварили так уж как и весь рынок и все трейдер но сегодня ценами банка канады мы как-то всегда проходим стороной это инструменты не самым высоким спросом пользу среди трейдеров но я думаю что если с точки зрения опять же технического анализа у тебя будешь рассказать по канадцу прям здорово ну если нет если ты опять же видишь возможности каких-то других инструментов хорошо поймете тогда я думаю что все будут крайне довольны если ты тоже со своей стороны дашь фидбэк так ну можем посмотреть еще буквально в двух словах про золото потому что кулуарно уже с тобой обсудили это инструмент по которому по сути сейчас и нечего сказать исходя из того что новый исторический максимум и действительно кому как удобно хотите называть следующую цель 2 800 2 900 3000 вы все будет справа потому что этих уровней рынок еще не видел поэтому нельзя сказать что какой-то уровень сопротивления впереди который может либо дать реакцию либо напротив быть переломным для еще большего развития восходящей динамики но золото сейчас денис интересно за ним следят хотят разобраться в том что происходит поэтому если ты сегодня опять же вставишь пять копеек и убедишь со своей стороны что потенциал роста еще есть я думаю что многих эта новость и этот комментарий прям очень сильно порадует так а ну и рынок нефти если тоже есть что-то интересное будет неплохо давай тогда на этих инструментах отлично начнем традиционно с меня у меня как раз золото открыто так момент ну что у нас две семьсот пятьдесят один доллар за тройскую унцию новый исторический максимум и как и только что уже отметил золото без откатно отверт вверх и очень интересно что это происходит на фоне укрепления американского доллара и роста доходности американских трейлерий то есть если бы рынок был нормальным то он была бы совершенно другая реакция потому что между этими активами есть очень высокая корреляция ну по крайней мере была до последнего момента сейчас золото растет и многих интересуют причины опять же из-за чего это происходит я думаю что это в конечном счете связано еще и с ближним востоком даже несмотря на отсутствие каких-то жестких ответных мер есть какой-то еще такой негативный осадочек и инвесторы трейдеры и все сообщество понимает что ну может израиль перейти вот эту точку невозврата и как говорил на тенях еще до выборов сша что-то сделать такое страшное что снова заставить на всех заговорить что дальше и использовать этот фундаментальный фон как то чтобы повысить спрос на защитные инструменты глобальное смягчение экономической политики опять же я думаю тебе тоже уже многие задавали вопрос как ты оцениваешь шансы трампа одержать победу в этой президентской гонке но сейчас опять же президентство трампа потенциально ассоциируется с тем что все поменяется не только в мире но и прежде всего американской экономики и весь прогресс который был достигнут в ослаблении традиционного давления может смениться регрессом инфляция новых пойдет вверх из-за тарифной рестрикационной политики которые вот планируют проводить трамп это конечно же риски инфляции может быть золото подпитывается еще с этой стороны также есть точка зрения что единственная причина роста золота это рыночные спекуляции на рынке деривативов которые сейчас провоцируют очень большой приток капитала в этот сектор все конечно же ждут серьезной коррекции после достигнутых исторических максимумов но у нас есть индекс настроения сантимент который напротив указывает что пока путь вверх открыт и рынок действует против толпы я сегодня тоже попробую по опять же попробую угадать какой же уровень может стать реакции для золота это я полагаю что отметка 2 800 туда мы можем прийти уже в рамках этой недели так что касается нефтянки я здесь по-прежнему скептик 70 долларов за баррель как была цель так и остается я не верю в какие-то позитивные сдвиги на рынке черного золота напротив оцениваю классические традиционные фундаментальные факторы спроса и предложения еще с прошлой неделе у нас тянутся значительно ухудшенные прогнозы от опека международного агентства администрации политической информации данные из китая тоже так себе это еще один фактор который следствует о том что спрос со стороны ведущего потребителя топлива снижается в целом на прогнозы по уросту мировой экономики так себе и без наверное эскалации конфликта на ближнем востоке но вряд ли покупателей смогут порадовать именно движение этого актива я также еще полагаюсь на сантимент по золоту учеников отрабатывает последнее время и сейчас по этому сантименту можно сказать что лучшие трейды могут получиться если верить все равно в развитие нисходящей динамики и скорее уход бренда в районе 70 долларов за баррель нежели чем возвращение в район 80 долларов так доллар канадец 1.3823 день и сегодня я позволю себе сказать что мы завершим день с большой вероятностью где-то в районе отметки 1.39 потому что сегодня от банка канады ожидают снижение процентной ставки не просто снижение а четвертая подряд в этот раз уже на 50 байсных пунктов из-за защитного ослабления инфляционного давления и проблем на рынке труда напомню что инфляция уже вернулась целевой коридор а тип маклим говорил что если это произойдет вот последние месяцы как это случилось то банк канады даже не задумываясь позволить себе такой решительный шаг как 50 байсных пунктов а рынок труда по моему уровень безработицы остается в районе 65 процентов в то время как целью является 5 процентов и в этой связи конечно же доп стимула были бы необходимы рынок нефти как я уже отметил тоже негативный фактор для канадца если обвалимся то даже без по нефтянке без решения банка канады будет покупателем и 1.39 и возможно даже планка 1.40 так вот на этих инструментах я сегодня остановлюсь давай слово тебе передаем что ж в принципе по большинству инструментов я соглашусь единственное кроме нефти у нас вот как-то уже повелось что папа нефти небольшая скажем раскорреляция во мнениях так но обо всем по порядку значит канада по свежим следам так сказать я согласен да не хватает вот такого выброса вверх я вижу по опционам заливают в районе 139 10 но там рядышком находится тоже достаточно хорошие такие уровни сопротивления поэтому я думаю что мы сегодня получим такие прострел выше то есть примерно может там 139 тут я соглашусь потому что уровень уровне там на самом деле много то есть посмотреть у нас вот раз вот два но это там где уже была верху аж вот здесь вот три но до этого видно где были опционы залиты цена пришла сюда в эту область опциону и сделала просто сумасшедший отскок вниз но очень красиво сейчас сожалению такого прям вот чтоб красивой картины нету поэтому где-то в районе 139 я лично буду рассматривать потенциал на локальное снижение то есть примерно в таком видим при этом уже видим где внизу у нас заливается хеджи то есть опционы хеджи это голые покрыты опционы которые чаще всего в противовес открываются фьючерсные позиции поэтому это находится в районе примерно 137 20 но предварительно петки так как сегодня ставка центробанка канады и при снижении ставки у нас падение канадца но при этом реакция у нас чуточку может быть ну как в моменте да прострел вверх именно как валютной пары но вот в дальнейшем вспоминая опять-таки предыдущие подобные снижения то в дальнейшем могут нас порадовать слегка быстрым реверсом поэтому очень внимательно буду смотреть здесь за объемами то есть хотя бы по вертикальным по точным объемом хоть что-то должно дополнительно появиться для того чтобы можно было отсюда потом продать на коррекцию опять-таки здесь лимит я не ставлю потому что есть там 139 и плюс минус то есть всегда вот этот зазор для маневров надо оставлять поэтому да тут я согласен еще до бой а там буду смотреть на корректоз по индексу доллара я бы стал интересного картина дело в том что индекс бакса подошел к очень сильному сопротивлению вот я его ждал как раз 103 90 это вот прям самая сильная часть вот сюда мы пришли у меня лично ощущение что выше без коррекции вряд ли он сможет двигаться но это лично как по мне потому что эта область все таки эта область вращения которую цена видел с обеих сторон это раз а во вторых у нас на протяжении роста то есть вот у нас рост был более 400 тиков и здесь у нас нет абсолютно никакой коррекции вообще маленькие остановки добыли аналогичная до этого ситуации но они хотя бы давали какую-то мало-мальскую коррекцию вот здесь же ее нет вообще поэтому все таки я думаю что мы где-то уже вот на грани вот все что выше стать 4 лично по моему мнению это уже вот и есть то самое на грани поэтому здесь очень очень внимательным нужно быть потому что вот этот уровень у меня был целевой 103 90 в целом здесь у нас зонка продавцов дневного графика и сейчас как раз буду смотреть то есть там могут какой-нибудь ложный пробой дать например зоны потом двинуть вниз в общем крайне любопытная сейчас ситуация так золото как-то уже говорил мы кулуарно да с тобой немножко поговорили по поводу золото но мне сложно по нему честно что-то говорить наверняка потому что это новый исторический максимум вот буквально прямо сейчас прямо в этот момент у нас формируются исторические максимумы и честно но пальцем в небо да мы можем любой уровень обставить 2 800 2 900 3000 и так далее со временем они все будут достигнуты но если брать более локально то я накинул вот такой канал вверх то есть очень четкий красивый канал который прекрасно подписывает вот последние движения начинающего с августа месяца то есть трехмесячное движение у нас внутри канала красиво происходит и опционы уже заливаются сильные опционы уже залиты как раз таки на отскок вниз они уже есть но пока еще нету реакции как правило даже если цена будет экспирироваться где-то глубоко в деньгах то потом достаточно хорошую нам и глубокую дадут коррекцию то есть там коррекция более чем уверен что где-нибудь на 2650 60 вот сюда вот вернется вопрос в том откуда не предположил где-нибудь 2780 90 что вот сюда дотащи до выше тоже есть конечно и там и опционы сопротивления но они уже идут две восемьсот пятьдесят и выше вот поэтому снова таки это пальцем небо мне был очень конечно не хотелось этого делать что-то типа вот такого движения в рамках канала поэтому здесь можно хотя бы смотреть на тестирование границ данного канала то есть он начерчен в таком виде можно чертить и более вот такой вот крупный канал верда такой тоже есть но этот все-таки у нас локальный он обычно более точным является это обычно посмотрим ввести естественно в процессе но как по мне в принципе вписывается весьма весьма неплохо особенно если таки по индексу доллара у нас начнется хорошее коррекционное движение вниз которое уже в принципе пора бы заждались то доллар как раз получит дополнительную поддержку и может запросто вот сюда вверх обестрелить поэтому ты посвечил там в районе 2790 у меня где-то вблизи там плюс минус как раз и получается и границ локального канала восходящего и полуторная маржинальная зона поэтому да вписывается весьма неплохо так а вот по поводу нефти я все равно за продолжение покупок на прошлый раз когда мы рассматривали нефть как раз нас было вот здесь в районе контрольной маржи торговалась здесь получается как была достаточно сильная у нас баквардация то есть стоимость нового фьючерсного контракта была на 60 центов дешевле чем предыдущего поэтому там открылись с небольшим буквально разрывом вниз там 60 центов но в нашем случае это сыграло даже плюс значит здесь у меня один раз выбило второй раз там сам уже закрылся вручную но внизу когда залили достаточно красивую нас вот здесь объемы с хорошими четко видно да где именно с хорошими перекосами по аску извиняюсь по биду то есть это лимитные покупки то есть вот так обычно происходит лимитные покупки и потом еще и плюс дали реакцию вверх ну как по мне отлично сейчас я склоняюсь к вариант что нам дадут коррекционное движение вниз для этого же кстати говоря объемы вчера были залиты коррекционное движение вниз и потом продолжение роста то есть хотя бы контрольной маржи 7450 опционом в районе 775 находится у нас локальное сопротивление а более стратегическое я целюсь в район 78 78 с половиной вот сюда поэтому даже вопрос не стоит не столько эскалация сколько что вот этого движение которое было сделано вниз оно больше носит такой истеричный характер то есть оно было сделано именно на риторике вот и причем даже не столько на риторике сколько вот на вот таких вот несбывшихся ожиданиях обычно такие вещи и достаточно быстро откупает и просто помню это хорошо по прошлому году в октябре была приблизительно аналогичная ситуация вот так что при таком раскладе я все таки пока что буду придерживаться своего сценария плюс ко всему здесь еще и локальный разворотный паттерн мы получили на покупку поэтому то в районе 71 50 была одна треть покупок закрыта и продолжение как раз буду закрывать частично вот здесь и частично вот здесь вверху короче на три части поделил и по каждой трети каждом диапазоне закрываем так что в целом у меня все таки пока что нефть в плане роста как собственно и золото добой по канадцу и вот уже на грани находится индекс доллара денис спасибо тебе за точку зрения тогда давай сегодня уже дождемся заседания банка канады посмотрим действительно в следующую среду будет ли этот разворот по золоту который ну да уже назрел даже с точки зрения технического анализа вот есть шансы что это произойдет вот-вот а по поводу рынка нефти прямо очень интересно посмотреть с дальнейшим развитием событий что будет в том числе с фоном связан с ближним востоком ну и в целом куда нефть дальше будет как магнит тянуть к 80 либо к 70 вот как раз можно будет следующий эфир начать как раз нефтянки из тех уровней на которых она будет торговаться во время нашего следующего эфира денис спасибо тебе за то что наше время подключился за твою точку зрения и хорошего тебе закрытия хотя сегодня среда я понимаю закрытия недели тебе как и всем нашим подписчикам а знаешь самое интересное пожалуй как раз на этой неделе со среды начинается потому что среда четверг наибольший блок новостей поэтому можно сказать что сегодня как мини понедельник то есть начало полноценной работы так что да и я все-таки пожелаю продолжение рабочей недели нужно 100 основная ее часть это вот сегодняшнего дня начинается но я думаю что мы все-таки и успешно торгуем потому что формируются уже интересные такие сегменты паттерны по и остальным инструментам по индексу бакса целая поэтому блин чертовски интересно что будет следующую среду согласен ну скоро увидим уже еще раз тем прибыли и терпение согласен до встречи до встречи пока пока